Это подход, который базируется на научных теориях развития и последних нейропсихологических и нейробиологических исследованиях, учитывающий индивидуальность каждого человека, который участвует в терапевтическом процессе, в первую очередь индивидуальность ребенка, включая такие особенности или индивидуальные особенности, как сенсорные особенности восприятия, восприятие речи в том числе, особенности моторики, зрительно-пространственных представлений, праксиса и развитие личности, а также индивидуальные особенности семьи, окружения ребенка как ресурса для его развития. И также это подход, который важнейшей своей частью, кровью, топливом считает взаимоотношения эмоционально заряженные, положительно эмоционально заряженные взаимоотношения. Флотайм – это не просто сердце, это игра и философия, и это игра, которая воплощает основные принципы, философские принципы флотайм. Самым важным принципом является принцип опоры на сильные стороны, потому что именно принцип опоры на сильные стороны позволяет нам увидеть, что то, что делает ребенок, имеет смысл, что положительно заряженные эмоциональные отношения – это двигатель развития, и что следование за ребенком – это ключ к двери в его мир. Родители являются важнейшим ресурсом для развития ребенка, и для выстраивания положительно заряженных отношений с ребенком, которые являются двигателем развития, нам обязательно важно увидеть сильные стороны и на них опираться. Что мешает увидеть эти сильные стороны? Сегодня, когда я смотрела ленту Фейсбука, наткнулась на два сообщения от двух очень уважаемых и нежно любимых мам, особенно детей, о том, что никакие методы не работают, было в тексте, и многие специалисты работают на интуиции, каким бы подходом они не занимались, и ни один подход не работает. И второе, что меня бесит то, что кто-то говорит, у нас аутизм за то, и говорят все эти радости, все эти смайлики ставят, и все какие-то находят положительные стороны. И действительно, это проблема, потому что как в этой ситуации увидеть сильные стороны? Дело в том, что увидеть сильные стороны мешают, во-первых, высокая тревога, неопределенности, что будет с моим ребенком, а во-вторых, некоторые когнитивные иллюзии, которые существуют, и про них все знают, но про них забывают в применении к восприятию родителями и специалистами, в общем-то, тоже аутизма. Ну, это, во-первых, социальные шаблоны успешности, несмотря на то, что мир уже очень разнообразен, и пути успешности, они очень и очень разные. Это иллюзия справедливого мира, которая гласит то, что если я все делаю правильно, со мной не случится ничего плохого, ну, там, если я хожу в церковь, если я мою руки перед едой, если я правильно выбираю занятия, и иллюзия всемогущества, я могу справиться со всем, или ты можешь справиться со всем, и тогда мы ищем единственный всемогущий метод, специалиста, или сами становимся всемогущими, пытаемся впихнуть не впихуемое в нашего ребенка, не замечая, что при этом есть сильные стороны, которые очень сложно в этой ситуации заметить. Поэтому предлагается... Оп, да, все работает. Поэтому, чтобы увидеть сильные стороны, очень важно отказаться от этих иллюзий, преодолеть социальное давление и не смотреть на эти шаблоны успеха в жизни, во-первых, да. И в этом нам поможет, конечно, принцип реальности, опора на мнение специалистов и достоверных источников информации, которые нужно критически оценивать. Это группы поддержки, потому что, когда эти иллюзии падают, нужна очень сильная поддержка для того, чтобы просто не вывалиться в депрессию или тревога не затопила тебя, и тогда точно уж никаких сильных сторон не будет. И этой поддержкой вполне могут выступить группы поддержки, родительские организации. Когда я говорю про группы поддержки, это и группы психологической поддержки, это и группы взаимной помощи родителей, это и группы, коучинг-группы, которые есть у нас в Dear For Time. И также очень важно смотреть не на шаблоны успеха в жизни, а на уважение к индивидуальности ребенка и к тому, как, опираясь на эти сильные стороны, вы можете постепенно выстроить образ того будущего, который может быть у ребенка, потому что этими планами и образами мы живем. И еще хочу сказать очень важное то, что я узнала от, например, завуча школы Ребекки. Я знала это и раньше, но почему-то как не соотносилась с жизнью, что развитие продолжается всю жизнь. И почему вы думаете, что ребенок должен закончить школу именно в 17 лет? Конечно, очень хочется до школы применить какие-то титанические усилия и отдать ребенка норму в школу, но реальность жизни такова, что работа и развитие продолжается всю жизнь, и мы должны настраиваться не на спринт, потому что мы не всемогущие и нет всемогущих специалистов. Мы должны настраиваться на марафон для новой жизни. Итак, если мы отказались от этих иллюзий, мы, наконец, можем заметить сильные стороны и как их искать. Перед вами таблица ступеней функционального и эмоционального развития, на которых развиваются те или иные способности ребенка. И нижние ступени, которые являются базисом вообще для любого развития, потому что развитие ребенка происходит только во взаимодействии со значимыми взрослыми. Взрослый может научить ребенка. Также ребенок может научиться от своих сверстников, которые учатся у своих родителей или других взрослых людей. И саморегуляция внимания, контакты общения, двустороннее взаимодействие просто необходимы для того, чтобы ребенок начал вообще что-то воспринимать и обучаться. И здесь важно задавать себе вопросы, чем он увлекается, что ему нравится, а что нравится мне, что его раздражает, что меня раздражает, как он успокаивается, как я успокаиваюсь. И очень важно выйти на тот вопрос, который в последнем столбике, что нам нравится делать вместе, что у нас получается, когда нам интересно друг с другом. И когда нам интересно открывать друг для друга мир. Именно этот вопрос, ответ на этот вопрос важно искать, потому что тогда мы найдем сильные стороны нашего взаимодействия. Не может такого быть, даже если ребенок ведет себя отвратительно, вываливается в истерике, не вступает в контакт. Он не может не вступать в контакт 100% 24 часа в сутки. Ему нужно есть, пить, у него есть какие-то потребности. Вы все равно общаетесь. И всегда можно ответить на этот вопрос, особенно родителям, которые 7 дней в неделю, 24 часа в сутки и годы живут вместе с этим ребенком. Что-то есть такое, что нравится. Контакт и общение. Что мы дольше всего делаем вместе и с удовольствием. Как этому помочь, на что лучше он всего реагирует или она. А как я могу его поддержать. О чем просит. Дальше мы идем, когда мы говорим о диалоге и об инициативе. О чем ребенок просит, какие сигналы подает, какие сигналы я замечаю. И когда он удается, этот диалог лучше всего, насколько эмоционально теплое у нас общение. Когда-то оно бывает. Когда мы переходим на более высокие ступени, такие как совместное решение социальных задач, эмпатия, регуляция поведения, создание и развитие символов, эмоциональных идей, соединение идеи, логическое уже мышление. Когда мы говорим о речи, игре, сюжетной, рассуждениях, то вопросы становятся более сложными. И это нормально. Это нормально, потому что чем больше развивается ребенок, чем лучше он развивается, чем дальше он развивается, тем вопросов становится не меньше, а больше. И смотрите просто на этот список вопросов. Но все равно сильная сторона у нас в последней табличке. Бываем ли мы иногда и можем ли мы быть равными партнерами в достижении цели? Хотя бы, может быть, нам нравится мороженое. И мы очень здорово его едим. Насколько интересна и наполнена эмоциями наша игра? Что мне больше всего нравится? И насколько вдвоем мы можем фантазировать и принимать реальность? Что лучше всего получается? И как мы это реализовываем? Мне кажется, эти вопросы очень важны для того, чтобы на них ответить. И теперь я хочу спросить тебя, Саша. А что наиболее важно для развития саморегуляции общения, по твоему мнению? Как ты считаешь? Я считаю, что, как вы уже сказали, первые три важных компонента – это как ребенок регулируется, какой у нас с ним контакт, и насколько мы вовлечены в это взаимодействие, как мы друг с другом общаемся, и насколько ребенок с нами общаемся, и насколько мы с ним общаемся. Это, по сути, можно обобщить в три больших сферы. Одна – это совместный ритм и темп, совместный мир и совместная радость. Совместная радость охватывает и является одновременно следствием всех предыдущих, но и она подпитывает все предыдущее. И спасибо Ирине за то, что отдельно подчеркнули по поводу, что нам нравится делать вместе, за то, что мы делаем дольше друг с другом. Я бы еще хотел добавить один вопрос, посвященный тому, что мне нравится в ребенке, что я оцениваю в нем, какие проявления меня в нем восхищают, какие вызывают у меня радость, какие у меня умиляют. Эти вопросы себе нужно задавать. Хочу еще раз подчеркнуть, почему важно работать с командой и группой поддержки. Потому что иногда, когда случается в жизни сильная тревога, сильные переживания, они не позволяют посмотреть на ситуацию со стороны. Они делают мир абсолютным. Как у маленького ребенка, потеря, упавший шарик мороженого с рожка является катастрофой вселенского масштаба. То есть, в данном случае мы, подталкиваясь один на один с большой проблемой, с большими тревогами, мы не можем, к сожалению, мы уходим в эти эмоции очень сильно, и мы не можем отстраниться и найти, собственно, эти самые сильные стороны. И тут поведена цитата, собственно, родители должны читать сигналы ребенка, отвечать на них и подталкивать ребенка к тому, чтобы ребенок читал их сигналы. Собственно, какие сигналы, на каких уровнях? Как уже было сказано, мы представляем сейчас глобальную концепцию, методологию Deerful of Time, которая была придумана, собственно, Стэнли Грецпаном. И одно из важных компонентов, это буковка D. D – это ступени развития. Это вообще построена, это развивающая методика, и у нас есть периодизация развития, соответственно, 6 базовых способностей развития, которые составляют такое красивое дерево развития. И когда мы читаем сигналы, на каких уровнях мы должны читать сигналы? На каких уровнях мы выстраиваем взаимоотношения? На каких уровнях мы видим сильные стороны ребенка? Мы выстраиваем общение и диалог. Мы читаем сигналы ребенка, и он читает наши сигналы, начиная с уровня саморегуляции общего внимания. Это довербальный диалог, это уровень общения на уровне тонуса, Это уже не общение, не тело. Мне приятно находиться рядом с этим человеком, мне приятно его касаться, мне приятно с ним, не знаю, прыгать, бегать, мне приятно с ним лежать и смотреть на звезды, или кидать самолеты в окно. Мне приятно с ним проводить время физически. И в данном случае это выстраивается диалог еще на довербальном уровне. И в этот момент мы ищем уже моменты соприкосновения. Потому что может быть неприятно, когда ребенок, есть люди, которые не любят, когда их трогают, есть люди, которые любят, когда их трогают, и могут не совпасть эти вкусы. Но в каких условиях мы можем найти этот общий язык? Конкретный пример с моим сыном, он не любит, когда его обнимают, но он вполне себе нормально, ему нравится, когда его держат за руку. И мы в этом плане находим такой поместный небольшой мир, но в итоге мы движемся в сторону друг друга, а не я расстраиваюсь с того, что я не могу его обнять, например. Как я хочу, скажем так. Мне приходится в любом случае выстраивать диалог. Если не получается так, то как мы можем сделать это вместе? Собственно, следующий уровень, когда мы читаем сигнал и выстраиваем диалог, это невербальный диалог. Невербальный диалог подразумевает это общение на уровне совместных действий, на уровне «посмотри, какая классная вещь». Смотрите, какой красивый стакан, между прочим. Ну вот, такой вот красивый стакан. Это на уровне «а что мы будем делать вместе?» «Смотри, как интересно мы можем скатиться». «А пойдем, я тебе покажу что-то интересное». Ребенок нам говорит «пойдем покажу что-то интересное». И мы им говорим «Ох ты, да, действительно, это очень интересно, ты классно придумал». То есть у тебя замечательно получается ставить кубик на кубик, вот. У тебя замечательно получается, смотри, как ты классно веревку крутишь. То есть, я так не умею, например, как некоторые люди крутят веревки. И потом выстраиваются взаимоотношения на уровне потока общения, на ступени большой решения социальных задач. Это когда мы находимся уже на уровне бессознательного, мы вместе с этим человеком. Мы не ситуативно в какой-то момент времени с ним, мы думаем о нем, когда его нет рядом, когда он ушел в детский сад или когда он пошел на работу, если по-разному говорить. Мы вспоминаем про него, мы хотим поделиться, мы запоминаем то, что у нас сейчас в жизни получилось, и мы хотим показать это отложено в будущем. То есть, это и есть поток общения, это бессознательная передача сообщения туда-обратная. И потом выстраивается, только после этого выстраивается вербальный диалог. Вербальный диалог в данном случае это обмен уже словами, обмен идеями, обмен символами. А как вам нравится слово, там, не знаю, умгальный самолет, ну, как мой сын придумал. И в данном случае мы выстраиваем диалог на этом уровне, считая, считывая сигналы ребенка, считывая его идеи, его мысли, его интересы, мы можем как бы стать ближе к его внутреннему миру. Если мы становимся ближе к внутреннему миру нашего ребенка, он становится ближе к нам, потому что он это чувствует. Собственно, говоря про диалог, можно говорить о том, что мы говорим. Но на самом деле важный момент про то, что, собственно, диалог – это про говорить или про общаться. Ну, то есть, что такое, и тут надо разделить эти два понятия, это очень важно, собственно, говорить – это выразить что-то с помощью речи, это просто передать информацию, сказать что-то в пространство, либо издавать звуки, напоминающие речь. Общение – это совместное общение, это связь и взаимопонимание, это обмен информацией туда-обратно, то есть, это получение обратной связи от того, с кем мы общаемся, это обмен эмоциями, собственно, общаться и получается диалог. И дальше я хочу спросить у эксперта в этой сфере, у Елены Сергеевны Комузовой. Собственно, что мы хотим, когда мы работаем с нашими детьми, когда мы общаемся с нашими детьми, что мы хотим? Саша, спасибо за вопросы, за то, что это очень интересная вещь, я рассказал здесь коллеги, всем здравствуйте, рада вас приветствовать на этом замечательном вебинаре. Знаете, когда мы только начинали, это был очень важный вопрос, говорить или общаться, и что важнее, и было сломано очень много копий по этому поводу. К большому счастью, таких вопросов возникает со временем все меньше и меньше, поэтому то, что есть такой день про информирование, и то, чем мы занимаемся в своей профессиональной деятельности, приносит свои плоды. Так вот, все-таки я отвечу на вопрос, Саша, Ваш. Безусловно, мы все люди, и у нас есть такая потребность жизненная, общаться. А вот как мы будем общаться, это уже средства. Мы будем общаться вербально, мы будем общаться невербально, и есть огромное количество этих средств невербальных. А самое главное, опираясь на сильные стороны ребенка, понимать, что ему подойдет больше всего. Мне очень импонирует, это, конечно, не человек с аутизмом, это человек с церебральным параллечом, но его позиция жизненная очень импонирует, и я не могу об этом не сказать в рамках этого вопроса. Это Иван Бакаидов, я думаю, что многим из вас он известен здесь. Есть человек с церебральным параллечом, который не может разговаривать, но это не ограничивает его возможности общаться. И великое дело, которое он делает, это показывает всему миру, что общаться можно разными способами. Так как мы все-таки говорим про сильные стороны, я предлагаю на них еще немножко остановиться перед тем, как мы перейдем к важному вопросу. Как вот то, о чем мы все говорили, как этого достигать на занятиях? Ну, возникает вопрос, как же эти стороны определить? Как определяют эти сильные стороны специалистов фортайм? Мы создаем профиль, описываем профиль ребенка, где учитываем его сенсорные индивидуальные особенности. Причем для того, чтобы описать сенсорные особенности, не обязательно быть специалистом сенсорной интеграции. Достаточно просто обращать свое внимание на то, что ребенок, что ему нравится, чего он избегает, на чем он больше успокаивается, что приносит больше удовольствия и радости. Далее в профиль входит описание способностей по ступеням, по уровню эмоционального развития. О них сейчас очень подробно, насколько это возможно в рамках этого вебинара, рассказал Саша и Ирина. Поэтому я не буду на этом останавливаться. Итак, когда у нас есть эти составляющие, становится понятно, во-первых, что можно использовать в работе с этим ребенком для того, чтобы это взаимодействие было наиболее сильным, наиболее развивающим. И вот эти способности по уровням функционально-эмоционального развития, эти знания помогают нам подобрать стратегии. Но про стратегии мы сегодня не будем разговаривать, а почему именно сильные стороны. Это не значит, что мы закрываем глаза на те дефициты, которые есть у ребенка. Это значит, что мы используем сильные стороны, вот это самое солнышко. Мы используем для того, чтобы вот в ту недостающую часть круга добавить вот этот треугольничек, что у нас там полный. То есть сильные, мы опираясь на сильные стороны, мы создаем условия для развития тех самых дефицитов, которые имеются у ребенка. А как это может выглядеть в профиль, ну вообще, как это описание вот этих сильных и слабых сторон? Для того, чтобы у нас и с экономией времени, и чтобы осталось время на общение с вами, я, наверное, остановлюсь вот на последних двух вариантах, те, которые выделены черным шрифтом. И мы сейчас кейсы небольшие, но отрывки из индивидуальных занятий с этими детьми посмотрим. Это выписки из реальных кейсов, реальные дети, реальная работа, то, с чего начинается строительная программа, то, с чего начинается выбор стратегий и приемов работы с ребенком. Что же делать, если у ребенка, в принципе, очень хорошо развивается визуальное восприятие, имитация, и в рамках подхода J.R. Floor Time имитация, это не то, что он непосредственно сразу делает ребенок, а то, что он может через какой-то промежуток времени повторить, например, он подглядел за тем, как мама разговаривает по телефону, и спустя какое-то время он имитирует, показывает, проигрывает этот сюжет. У этого ребенка развито непосредственно повторение действий за взрослым, ему очень нравятся сенсорные игры с водой, с малярным скотчем, и он любит машинки. Он такой мальчик, хороший мальчик. Но у него сложности возникают с пониманием обращенной речи, когда с ним разговаривают развернутыми предложениями. У него низкая двигательная активность, потому что у него есть проблемы с лишним весом, и иногда он царапается и щипается. Как же происходит работа, занятия, сейчас я вам покажу. Пока открываю видео, я хотела бы сказать огромное спасибо моим коллегам из Балашики, это Центр Мир для Всех, которые предоставили видео своих работ. Это Кушко Юлия Юрьевна и Шостакова Елена Александровна, а также родителям этих детей, потому что получить разрешение на демонстрацию индивидуальных занятий всегда достаточно сложно. Итак, видео состоит из двух частей. Первая часть небольшая, это то, с чего мы начинали в работе с этим ребенком, чей профиль я вам сейчас зачитала. И вторая часть видео, это то, к чему мы пришли в середине нашей работы. Сейчас включу. На старт, внимание, марш! Ну, Леша, у нас есть лежит. Пи-пи! Ну, особо ему взаимодействие не приносит удовольствия особого. Синий! Ой, ой, па-бах! Вступайте в эту совместную коммуникацию. Где? А, вот она! Ка-а-а! Эй-эй-эй! Кати-и! М-м-м-м-м-м-м! Ка-а-а! Ка-а-а! До-туда! Это то, что было. А теперь то, что происходит спустя несколько сессий с Ребеном Попробовым. Смотрите. До-туда! А-а-а-а! Это? А-а-а-а! Это сюда! А-а-а! Сюда! А-а-а! Прыгать! Не-не-не-не-не-не! А-а-а-а! А-а-а-а! Не понимаю, что же сделать. Это? Сними! А-а-а! Сними! А-а-а! Сними! А-а-а! Э-э-это! А-а-а! Это? Ту-у-у-у-у-у-у! Ой-я, ну-я, мой. Ни-никак! 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 Ой-ой-ой! Туда! 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 дальше занятия строилась решение этой проблемы что же делать как же подвесить этот гамак для того чтобы на нем покачаться как видите разница в том что несмотря на то что лёша достаточно сложно передвигаться ему тяжело дается все моторные действия он готов для того что пришить эту задачу встать даже ходить даже поступать в коммуникацию показывая всеми доступными для себя способами то что он хочет а тут педагог юля юрьевна как раз вот включает полную несознанку и она не знаю как что же и куда же надо повесить на шею а может туда или еще туда таким образом создая создает создает ему условия в которых он развивается потому что ему нужно решить эту задачу ему хочется покачаться не получается вот это у нас лёша а следующий кейс это последнее то что написано на слайде мальчик максим он любит играть амнямчиком найти эти зелененькие такие с открывающейся ртом им очень нравится песок воздушные шарики разные лизуны жужа очень любит это глагопедическая игрушка на которой надевается на руку открывает рот с языком с шевеляющимся и любит такие простые моторные игры типа идет коза рогатая все замечательно но он проявляет крайний негативизм и агрессию к любой деятельности который пытается подключиться взрослые и начинались занятия с максимом максим сидел в углу кабинета в такой оборонительной позе стараясь защитить себя от всего что могло бы его сторону быть направлены давайте сейчас посмотрим итак также первая часть и то есть чего мы начинали дальше дальше видео то к чему нет нет маленькими шишками мы пришли как он делает там коробочки воздушные шарики так как он не так это где крутить крутить крути 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 1 2 3 4 4 4 4 5 4 5 6 Дай шар! Шары! Как видите, здесь также строится диалог, а здесь ребенок еще соблюдает иногда дистанцию, отползает для того, чтобы убедиться, что к нему резко не приближаются и ждут его инициативу. И когда поддерживается его инициатива через опору на сильные стороны, он готов сам вступать в контакт, он готов сам открывать и закрывать коммуникативные циклы. И на основе этого, то есть мы во флортайме говорим вообще о развитии способностей, но развитие навыков тоже никто не отменял, например, в работе логопеда или дефектолога. И здесь как раз частичка попала того, как в рамках подхода D.R.Fortime нарабатываются те самые навыки, работа над развитием речи, над развитием активного словаря. Собственно, наверное, вот на этом я готова закончить демонстрацию видео, как мы работаем с опорой на сильные стороны. Я хотела только сказать, что эти специалисты работают под супервизией Елены Сергеевны, откуда у нее эти визио, да? Это супервизант Елены Сергеевны. Вот, ну и собственно, что еще хотела бы в заключение сказать, как логопед, думаю, что мои коллеги меня поддержат, в случае отсутствия речи у ребенка мы опираемся на свои эмоции. И очень часто это самое общение строится только на вашей мимике, на жестах, на удивлении. И это то, на что можно примать ребенка, его внимание, и удерживать на этом можно, и развивать на этом. Спасибо огромное за внимание. Ирина? Это то, на что можно опираться. Спасибо огромное вам. Да, и еще раз, мне кажется, очень важно напомнить, что развитие продолжается всю жизнь, и ребенок с аутизмом не дождественен аутизму. Поэтому наша борьба или наша работа не на, не контра, а за, мы за ребенка. И поэтому мы опираемся на сильные стороны. Ребенка, свои, семейные ситуации и всего, что только можно использовать сильного. Любые ресурсы нам очень важны. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, что были с нами. А если вопросы, мы уже отвечаем на вопросы уже в чате, правильно я понимаю? Вопрос, как пройти курсы флор-тайма? Можно ответить. Так что, помелькнул. А, мы можем ответить, если есть вопросы, да. Курсы флор-тайма объявляются всегда в нашей группе в Фейсбуке и ВКонтакте DRFloorTime в России. И также все курсы есть на сайте icd.com. Там все курсы по миру и надо искать курсы на русском языке. Все эксперты обязаны опубликовать, разместить свои курсы там за месяц до начала курса. Ну, максимум за две недели. Это что почитать? Какую литературу почитать? Это на русском языке книга «Наты с аутизмом». И вторая книга называется тоже Стэнли Гринспина «Ребенок-тиран». Значит, как соотносится Дирфлор Таймс с эмоционально-смысловым подходом Никольской, с авторами? Я уже отвечала, но еще раз с удовольствием отвечу. Это близкие подходы, это подходы, базирующиеся на эмоциональной связи, положительной эмоциональной связи с ребенком. И, естественно, в основе развития, в этих подходах лежат принципы и этапы Пиаже и Выгодского. Потому что мы не можем вообще Пиаже скидывать со счетов. Выгодский развивал свою теорию в переписке с Пиаже. И Пиаже было на 40 лет больше тогда, и на 70 томов изданий у него было больше. Я могу дополнить к вопросу Елены Александровны насчет того, как соотносится Дирфлор Таймс с эмоционально-смысловым подходом Ольги Никольской. У нас в прошлом году была конференция, которую организовывал ФРЦ с ICDL. Запись этой конференции есть на сайте ФРЦ. Там есть видеозапись круглого стола, где в том числе Ольга Сергеевна присутствовала. И мы общались на тему схожести подходов. Я в чатах на видеоматериалы конференции, которые проводилась в прошлом году. Там очень подробно, большое количество докладов, в том числе зарубежных экспертов. Вы можете ознакомиться с подходом. Очень, очень, очень. Да, и выпуск журнала же вышел, аутизм и другие нарушения развития, полностью посвященный подходу Дирфлор Таймс в свободном доступе в электронном виде. Есть, и там много статей российских и, естественно, зарубежных экспертов. Мы планируем сделать онлайн-конференцию. Ждите объявлений в нашей группе. Может быть, мы сделаем ее во время карантина. Неизвестно, сколько он продлится, да. Но будет, занимаемся чем-нибудь полезным. Пойдем по стопам наших коллег. РО, значит, контакт. И продолжим фестиваль «Люди как люди», но только в подходе Флор Таймс. Спасибо вам большое, что вы нас пригласили. Я очень рада, что вы нас слушали. Спасибо, коллеги, огромное. Евгения. Спасибо большое. Завтра будет еще один эксперт. Флор Таймс выступает у нас в 16.45. Анна Зирева расскажет, как непосредственно начать играть со своим ребенком дома. Спасибо большое. Всего вам доброго. До свидания. Хорошего выступления. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok